Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, и у нас сегодня с вами классный прямой эфир, по крайней мере, с потрясающим названием. Называется он «Почему все меня бесят?». И сегодня мы поговорим с вами о ваших эмоциях, ощущениях и прочих штуках, которые вызывают у вас другие люди. Но это будет не просто балабольство, зачем нам об этом говорить, а я расскажу вам, каким это образом формирует и создает вашу реальность. И каким образом вот эти ваши незамысловатые мысли и оценки другим людям, этот бесит, этот раздражает, этот не так на меня смотрит, эти люди хотят мне сделать что-то плохое, каким образом это влияет на вашу жизнь? Потому что, знаете, вот эта вот история про поговорить, она в принципе в нашем ментале заложена. Люди любят поговорить, но результат какой? Я из тех людей, которые любят результаты. Иногда мой муж страшно бесится, когда он начинает и пытается мне что-то объяснить, и я ему говорю, так, давай, короче, к чему ты все это? Он сразу же начинает взрываться и говорит, с тобой невозможно разговаривать, тебе везде нужен результат. Ну, я не понимаю смысла общения, если нет результата. Так вот, результатом нашего сегодняшнего эфира должно стать ваше четкое понимание того, каким образом все вот эти ваши истории про бесят, создают вокруг вас просто такие штуки на букву «Ж», что просто страшно представить. Кстати, для всех новеньких людей сразу же скажу, что я эмоционально, резко ругаюсь и, в общем-то, я произвожу неординарное впечатление. Поэтому, если я вам не понравлюсь, пожалуйста, не нужно давать мне об этом знать, писать мне сообщения, считать, что ваше мнение важно для меня. Для меня важно мнение тех людей, которыми мы сходимся, понимаем друг друга и можем дать друг другу конструктивную какую-то поддержку. Критика и прочие вещи мне абсолютно не интересны, поэтому можете себя не утруждать. Но для тех людей, которые любят мои эфиры, для тех людей, которых это включает, для тех людей, которые готовы меняться, а не сидеть и заниматься очередной критикой, welcome, добро пожаловать, я вас всех очень рада видеть. Итак, давайте будем с вами приступать. Итак, давайте начнем с ключевого. Вообще, почему вот этот эфир? Периодически люди мне говорят, Оля, я ничего не могу с тобой поделать, меня просто раздирают на куски. Какие-то люди меня бесят. И бывает, что нас бесят люди, чью жизнь мы наблюдаем со стороны. Ёпсик, да сколько можно уже этих путешествий, да сколько можно этих шмоток, да сколько можно этой красивой одежды, да сколько можно. Нас это бесит. Бывают люди, которые находятся рядом с тобой, и они бесят тебя не столько из-за зависти, сколько по неоправданности твоих ожиданий. Ну смотрите, мы от всех людей чего-то ждем, причем все. Ну, например, наши родители ждут, что мы будем успешными, вырастим, замечательными людьми, у которых сложится хорошая жизнь, которые будут любить своих родителей, или которые пойдут по стопам своих родителей, продолжат династию врачей, юристов или кого-то там еще. Мы очень часто ждем от своих родителей тоже разных вещей. Ну, первое, мы ждем от них, что они нас будут любить, безусловно, и не будут заставлять нас что-то делать. Мы ждем, что они нам на 17 лет подарят машину, ключи от квартиры и скажут, что можешь ничего в жизни не делать, я в жизни состоялся, вот тебе денег. Мы ждем от того, что мужчины будут вести себя так, как нам нравится, дарить нам дорогие подарки, любить нас очень сильно и не смотреть налево. И так далее. Мы ждем даже от себя, что мы будем жрать, и каким-то чудом наш метаболизм будет делать нас стройными, вне зависимости от того, что мы едим. Мы ждем. И мы ждем, это с самого детства у нас закладываются какие-то программы наших ожиданий. Вот какие-то, знаете, вот они у нас закладываются. И когда мы вырастаем, очень часто я слышу такое, ну, как мне вообще жить с этими людьми, если они меня не поддерживают. Я вот пришел такой, говорю, например, я хочу быть артистом или там, я решил поменять свою жизнь, и родители меня не поддерживают, или мой муж меня не поддерживает, или вот часто, когда приходят люди в рерайтер, естественно, и там начинаются всякие свои внутренние метаморфозы, говорит, я мужу пришла и сказала, давай помечтаем с тобой о новом доме, о нашей новой идеальной жизни. А муж такой, знаете, он считает деньги, он очень рациональный человек, он мыслит тем, что он имеет. И он ей говорит, ну ты прости, ну ты дура какая-то, хочешь еще в это играть, играй, меня в это не втягивает. А она говорит, как я живу с этим человеком. Я же ожидала от него поддержки. Первое, что вы должны осознать вообще для себя, это то, что мы все разные. Просто принять это. Мы все разные. И первое правило звучит в мое так. Я не должна соответствовать ожиданиям других. То есть, если вы смотрите и считаете, что я должна, как недавно девушка мне писала, что какая у меня грудь должна быть, как я должна разговаривать, должна ли я, какой у меня голос должен быть, кто-то пишет, вы противный голос, да? То есть, получается, по понятиям этого человека у меня должен быть несколько другой голос. И вот сейчас, значит, он меня смотрит, у меня голос противный, и я его должна каким-то образом менять, чтобы ему нравится. Ну вот, можно говорить с разразными голосами, но можно быть мягенькой. Но вдруг я ему в какой-то момент понравлюсь. Ну, понимаете, да? Вы должны понять, что мы не должны соответствовать ничьим ожиданиям точно так же, как другие люди не обязаны делать то, что нравится нам. Вы просто должны это принять. И вы, и мы. И мы, и наше величество. Это очень важный момент. У Зеланды это звучит так. Позволь себе быть собой, а другому быть другим. Звучит гениально, конечно, но я вас прекрасно понимаю, что иногда хочется взять мухобойку и кого-то притоптать. Понимаю. Вот я же не идеальный человек. Я человек, который старается понять и принять, но это не значит, что у меня всегда получается. Но давайте будем говорить, как оно должно быть. То есть, представьте, что если вы купили классную кофточку или юбочку, о которой вы мечтали, и прибежали к своему мужчине похвастаться, или вы, мужчина, купили удочку, какую-то очень крутую, которая стоила 3000 баксов, а потом вы ее купили за полторушку, и вот вы такой вбегаете в дом, счастливый, с удочкой, просто по скидке супер это, и тут ваша жена смотрит и говорит, ты долбоеб. Ты просто долбоеб. И вы думаете, она меня не поддерживает. Вот вы просто должны понимать, что, ну как бы, это не потому, что кто-то кого-то не любит. Вы просто должны понимать, что у людей есть своя шкала ценностей и понимания. Своя. И поэтому, если вы не хотите в ком-то разочаровываться, если вы не хотите испытывать какие-то странные эмоции, примите за данность то, то, что мы все разные, и каждому имеет право, кто-то или что-то нравится или нет. И если вы начинаете медитировать, мастурбировать, и заниматься прочими вещами на букву М и другие буквы алфавита, это совершенно не означает, что ваше окружение должно радоваться вместе с вами и хлопать. И когда вы приходите, и это, вот знаете, история похожа на кота, который притащил хозяину мышь, не съел ее, а притащил вам, как добытчик, как он поделился с вами самым дорогим, он принес вам ее на постель. И он искренне не понимает, почему вы сейчас на него кричите, почему вы обещаете, что вы вырвете ему яйца, хотя вы его уже кастрировали, откуда эта ненависть к созданию, который принес вам самое дорогое. Вот точно так же и мы, мы приносим благую весть, делимся чем-то, а получаем от своих близких, партнеров, родителей непонимание. Это, еще раз, не говорит о том, что мы друг друга не любим или ненавидим. Мы говорим, это же как он меня ненавидит, раз он меня, значит, там не поддерживает. Это история не про это. Это история про разницу. И каждый из нас с вами находится на своей разной ступени жизненной. Ни хуже, ни лучше. Это не означает, как очень часто люди говорят, вы меня, значит, там считаете плохим, бедным, вы там надо мной смеетесь. Никто вообще ничего вас не считает. Мы просто находимся с вами все на разных ступеньках, на разных. У нас разные, в каждый период времени причем, у нас разные ценности, в разные периоды, разное понимание. Вот сегодня у меня ценность в часах, страшно хочу часы, а завтра часы сняли, и у меня ценность просто в том, что у меня есть семья, и мне больше ничего не надо. То есть ценности разные, в зависимости от того, что мы проживаем. И самое тупое, что мы можем делать, простите, но слово тупое, оно самое подходящее, это пытаться это дело сравнивать. Пытаться, значит, каким-то образом найти, это знаете, как кого ты больше любишь, маму или папу, ну, из дебильных вопросов. То же самое в жизни. И вот когда нас кто-то бесит, и бесит по причине того, что этот человек нас не понимает и принимает, мы должны понимать, что это абсолютно глупое ощущение вот этого бешенства, потому что, повторюсь, мы никому ничего не должны, и нам никто ничего не должен. И это история про то, что большинство всего того, что нас бесит, и вообще большинство того, чем мы живем, это касается не нас. Мы стремимся изменить мир, системы, других людей, заставить, чтобы нас полюбили, услышали, но мы не понимаем, что ключ-то в нас. Все начинается с нас. И вместо того, чтобы других в чем-то убедить, вместо того, чтобы их поменять, переубедить, нужно просто сфокусировать и вывернуть все вовнутрь себя. Вовнутрь себя. И понять самое главное, что если нас кто-то или что-то бесит, то только потому, что мы обладаем с вами чем? Бешенством. Бешенство принадлежит нам. Если бы у нас не было бешенства внутреннего, нас бы никто не бесил. Вы не можете других людей обливать красной краской, если у нас нет ее в руках. Сейчас мне пришло сообщение на экран от Ютуба. Ты дура бешеная. Вот только что я увидела слова. Ты дура бешеная? Что ты несешь? Там дальше курица или еще что-то. Такие сообщения в Ютубе от открытой аудитории и комментарии мне периодически приходят. Вот скажите, пожалуйста, меня всегда интересует вопрос, что должно быть в голове у человека, который не просто думает, что я дура бешеная, что-то несу, а еще это пишет. Пишет этот комментарий с какой целью? Что он чувствует? Чего он хочет добиться этим написанием комментариев? Что творится, повторюсь, внутри у человека? Вот помните о том, что когда мы бесимся, злимся, кто-то другой вызывает у нас какие-то эмоции, это говорит только о том, что мы обладаем этими эмоциями. И всякий раз, когда вам хочется кому-то что-то сказать, залепить, задурить, а периодически даже написать такой комментарий, а мне иногда хочется, честно вам скажу, кому-то написать, когда я на что-то смотрю, я задаю себе вопрос, что у тебя на самом деле происходит? что, откуда у тебя это взялось, что тебе этим хочется поделиться? Потому что мы делимся лишь тем, что у нас есть, повторюсь, мы не можем облить человека краской, если у нас ее в руке нет, мы не можем говнищем, простите, помоем, знаете, вот сейчас я вам такой классный образ делаю на всю жизнь, вот я не помню, в каких-то фильмах старых, простите, в ведра срали, вот знаете, в ведра, и потом эти ведра ходили и выливали с этим говнищем, простите, если кто-то ест, меня сейчас саму стошнит, но я хочу, чтобы вы запомнили этот образ, что когда вам хочется на кого-то съехать, это значит, что вас это говнище переполняет, потому что если его нету, сразу людей меньше в эфире, если его нету, то вы не можете им облить, точно так же, как я все время вам говорю, если вы не счастливы, вы не можете сделать кого-то счастливым, не можете, все начинается с себя, поэтому, когда вы начинаете думать о бешенстве, о том, что вас кто-то не поддерживает, спросите себя, первое, почему меня это так волнует, и второе, чего во мне не хватает, чаще всего, когда, например, мы говорим о поддержке, я это слышу очень часто, потому что ко мне приходят люди меняться, и когда они начинают меняться, они хотят, чтобы их поддержали близкие, они же приходят и начинают рассказывать, слушай, это был Оле, значит, тут такой вот, она такую вещь рассказала, я тут книжку еще читаю, фильм еще посмотрел, а ему говорят, да это все развод, да все, успокойся, иди зарабатывай деньги, какие там мечты, что ты там, ты в реальность вернись, и человек расстраивается очень сильно, он говорит, как я могу меняться, как я могу меняться, если меня никто не поддерживает, вот эта история не про внутреннее накопление, простите, говнище или чего-то еще, это про другое, это история про внутреннее еще не созревание, то есть вы зеленый плод, это вот дерево, давайте про дерево, это лучше, вот когда дерево крепкое стоит, да, у него большой ствол, корни, такое дерево тяжело повалить, но любое дерево начинается с кустика, и если вы когда-нибудь видели, или как молоденькое деревце там засаживали, вот я обычно такие саженцы вижу, деревья, которые там привтыкали куда-то в земельку, в кучку, и это еще кустик по сути, такой кустик сломать легко, в этом случае вы должны понимать, что удивительным образом, когда у вас зарождается что-то новое, вы кустик, и вы очень хотите, чтобы вас, значит, ваши близкие поддержали, но ваши близкие в этот момент начинают вас вытыкивать из земли, не потому, что они вас не любят, а потому, что они по-своему это видят, и они считают, что вы кустик, вам не надо тут прирастать, это плохая почва, вам нужно расти с ними, вот там, где они, там и вы, вы гадкий утенок, вот помните, как все говорили белому лебедю, что он гадкий утенок, потому что он был не такой, как они, и все над ним смеялись, то же самое происходит и здесь, но вы должны понимать, что первое, что вы должны сделать, чтобы вы могли выстоять в этой ситуации, первое, вы должны знать, что так будет, второе, вы должны понимать, что самым главным в жизни является ваше намерение, ваша жизненная позиция, и если вы приняли решение, что вы будете таким, у вас это получится, вот смотрите, часто говорят, почему люди, вроде бы как разные, имеют разные результаты, ну и часто нас травмливают по поколениям, говорят, ну вот это поколение росло, у них был голодомор, а эти поколения это война, а это поколение, но тем не менее, в каждом поколении все равно есть разные люди, люди с абсолютно разными жизненными результатами, если взять меня, я же росла в обычной абсолютно семье, у меня мама с папой рано развелись, мой папа был запойным алкоголиком, моя мама из другого города, у нас долго не было здесь никакого жилья, мама разводилась, отправляла меня к бабушке в Конотоп, мы не были золотых кровей, мой папа вообще как бы из села, он родился в селе возле Киева, моя мама из города Конотоп, Семской области, то есть это тоже небольшой городок, но тем не менее, я, начиная вот с раннего возраста, когда я себя помню, первая мысль моя, я видела все, я видела людей, которые пьют, у меня у мамы все были разведенки, подружки, ни у кого не было счастливого брака, все были с детьми, классическая история, и все дети, которые были у мамы моих подруг, они в принципе живут сейчас по одному и тому же принципу, обычных людей, которые выживают, которые обычны, что было со мной с детства, другой характер, вот это слово характер, другой, откуда, хер знает, всегда маме говорила, мама, я точно родилась тут, меня в детдоме, ой, в детдоме, господи, меня в роддоме не подменили, не понимала, как маме нравится, маме всегда нравилось там село какое-то, какие-то бабушки, одуванчики, природа, рыбу ловить, в речке купаться, я никогда не купалась в речке, вы не заставите меня купаться в речке, вот сейчас скажете, о, гордыня, я не знаю, что это, я никогда не зайду в речку, вот не могу, вот просто меня от вида, от вида лягушек, мои дети берут в руки лягушек, меня от вида лягушки, я буду бежать чёрти куда, я, моя мама всегда говорила, ты золотых кровей, голубых кровей, я говорила, золотых кровей, вот понимаете, я всегда говорила, я буду очень богатой, у меня будет, там, так я не буду, я не буду ездить на общественном транспорте, откуда это было, вот скажите, у меня не было в окружении особо никого такого, меня не воспитывали как-то, ну, нормально меня воспитывали, обычно, но внутреннее понимание, что я вылезу, у меня было всегда, оно по-разному мне аукивалось, я была и жёсткой, и мягкой, и это мне и помогало, и тем не менее, меня этот характер сформировал, поэтому я хочу вам сказать, что ваш личный характер, ваш личный стержень, с которым вы могли, а, родиться, б, вы можете его в себе как лего выстроить, помните, как в лего строится, тун-тун-тун-тун-тун-тун, это возможно, и всё, что вы должны знать, это то, что если вам это нужно, не важно, что делают другие, поддерживают они вас, ругают они вас, не имеет никакого значения, есть ваш внутренний стержень, сегодня задача сильно облегчается, например, потому что сегодня люди приходят ко мне в марафон, я естественно говорю о своём марафоне, потому что это моё детище, и я всё время о нём говорю, я могу приводить эти примеры, так вот, приходит человек ко мне в марафон, его никто не поддерживает, но он попадает в сообщество, где есть большой чат, и где есть я, есть некоторые люди, которые пишут мне через день, о своих разных ситуациях, и есть я, которая человеку помогает, раньше я не знала, к кому обратиться, потому что все, к кому я обращалась, это было две категории людей, первое, те, которые не знали, что делать, второе, это были мужчины, я была в шоу-бизнесе, у меня было в окружении, у моего продюсера, много было каких-то интересных мужчин, и я задавала им вопросы, про рост, про развитие, про деньги, они мне все время говорили, ну, мне было 20 лет, да, там, в среднем, 19-20, мы все время говорили, Оля, ну, ты красивая девочка, но тебя это вообще не должно интересовать, ты на экране телека, на обложках журнала, выйдешь замуж, тебя это не должно, я говорю, ну, послушай, ну, я красивая девочка, но мне, я умной хочу быть, мне интересно, я хочу иметь возможность свои щупальца, мне интересно устройство мира, мне интересно это, и никто не воспринимал меня тогда всерьез, ну, никто, наверное, первый мужчина, который меня воспринял всерьез, как партнера, не как женщину с грудью и ногами, а как партнера, с которым интересно, это был мой муж, и, наверное, поэтому наш брак уже 13 лет, наш союз очень успешен, и денежный, потому что мы с ним еще не только сумели родить детей, и отношения создать, и там быт построить, мы еще сумели построить денежные, много денежных бизнесов, потому что он не поверил, он увидел во мне, человека, который имеет фундамент для строения себя, и я вам могу сказать, что это мега важно, что до тех пор, пока вы сами в себя не поверите, и не поймете, что так или иначе, как я говорю, боком или раком, в этом окружении, или в том, вы все равно состоитесь, вы прорастете, и не важно, что там будут думать другие, нас начинают бесить другие, только при одном обстоятельстве, знаете, при каком, при том, когда мы начинаем на других обращать внимание, вдумайтесь в этом, когда мы начинаем думать о том, кто они, что они думают, поддерживают они нас или нет, мы полностью теряем фокус зрения с себя, я вам дам такой очень простой пример, который недавно со мной случился, прямо можете попробовать, возьмите велосипед, я была недавно на Мальдивах, мы ездили там на велосипедах, ну я, блин, сто лет не ездила на велосипеде, но это не проблема, говорят, единожды научившись, мы умеем кататься, да, но на Мальдивах мы катаемся не по асфальту, а по песку, и поверьте, это усложняет задачу, так вот, я много лет вожу машину, и вы знаете, что я люблю снимать за рулем, значит, и все такое, и вот я, значит, села на велосипед, первые пару дней меня так нормальненько шатало, а потом я решила поснимать, и я взяла в одну руку телефон, но вначале я улетела в кусты просто сразу же, просто сразу же, я, ну, никак не могла, потом я научилась, так, знаете, посматривать на дорогу, как-то держать, но, что я вам хочу сказать, что вот мы были две недели, и две недели я заметила одну и ту же вещь, что как только я смотрела хотя бы ненадолго в другую сторону, я улетала на велике, куда-то, и я очень четко поняла вот это правило велосипеда, что ты можешь ехать мега круто и мега быстро, а на человеческом языке это означает, ты можешь развиваться круто и быстро, когда ты сконцентрирован на своей дороге и смотришь вперед, но как только ты начинаешь смотреть по сторонам, ты валишься в кусты, в нашем случае, как только ты начинаешь смотреть, что там другие думают, делают, говорят о тебе, все, у тебя начинает восходить бешенство, потому что ты начинаешь видеть какие-то реакции, очень часто придумывать эти реакции, вот сегодня там под постом мне написала девушка, что ее никто не раздражает, но она чувствует, как раздражает других, я вам скажу так, что вот если я иду по улице и сосредоточена на себе, то даже если сзади штабелями валятся, я не буду смотреть, я не узнаю об этом, но если я буду смотреть по сторонам, только в этом случае я буду что-то видеть, мы люди очень странное создание, и на самом деле большинство людей очень хочет, чтобы за ними наблюдали, чтобы их обсуждали, чтобы говорили о них, что-то людям кажется, что если о них будут вот это говорить, значит они есть более успешные, чем им кажется, и многим людям просто достаточно, чтобы о них говорили, и им уже успех другой не нужен, это такой, знаете, интересный момент, так вот не путайте одно с другим, не путайте одно с другим, и если вы на самом деле хотите достичь успеха, концентрируйтесь всегда на себе, я у себя главный партнер, я у себя главный объект, я, я и еще раз я, именно концентрация на себе позволит вам стать тем человеком, которым вы должны стать, прорасти, даст возможность вашим корням уйти в землю и стать крутым деревом, поверьте, как только вы станете крутым деревом, все остальное начнет складываться вокруг вас, помните, как вы ищете полянку, вы ищете какое-то классное место, классный дуб, под которым можно лечь, вот станьте тем дубом, возле которого люди сами хотят располагаться, я работаю, работаю, занимаюсь бизнесом много лет, и очень много разных было у меня и бизнесов, и разных историй по развитию бизнеса, и одна из таких распространенных историй в развитии бизнеса, которую все пропагандируют, это партнерство, да, предложите кому-то что-то, значит, там и так далее, и так далее, вас не раздражает сверлящая дрель, вы знаете, что я могу по этому поводу сказать, у меня еще лампа в глаза светит, чтобы свет был хороший, птички там поют, если меня будет все в жизни раздражать, мне надо сразу сдохнуть, поэтому я концентрируюсь на себе, на той цели, которая у меня сейчас есть, у меня сейчас в эфире минимум 154 человека, которые меня слушают, поэтому дрель меня не раздражает, а вот то, что я забыла вопрос, уже это хуже, о чем я говорила, давайте вспоминать, видите, повелась на историю, и все, я о чем-то интересном хотела вам рассказать, но, видимо, придется это оставить, до лучших времен, вылетела из головы, вы читали книги Эстер и Джерри, нет, я не знаю, кто это, к сожалению, наверное, так, у меня тоже вообще наоборот, гостили все мечты и желания, красивые вещи, иметь свою комнату, всегда знала, что мне нужно, иду к этому, да, это прекрасно, дуб, да, мы говорили о дубе, о партнерстве, благодарю вас, да, и вот история такая, что, сколько раз я пробовала кому-то предлагать какое-то партнерство, интересное, ну, не могу сказать, что прям всегда, ну, в 95% случаев, это всегда выглядело, спасибо нам неинтересно, я, в принципе, сама почти всегда так отвечаю, спасибо нам неинтересно, нет, это, вот ты там кому-то звонишь, там, ну, разные у нас были этапы жизненные, в разных историях, и ты там звонишь и говоришь, вот в свадьбах я начинала, и что ты там предлагаешь людям, они не хотят с тобой разговаривать, там, типа, кто ты, мы тебя не знаем, вообще, иди отсюда, но когда ты становишься мощным, когда ты становишься заметным, эти люди начинают приходить к тебе сами, тебе сами начинают предлагать партнерство, проекты, деньги, что-то там еще, и моя стратегия по жизни такова, ну, вот мы с мужем такую стратегию для себя избрали во всем, что мы создаем свой мир, к которому присоединяются другие, а не пытаемся присоединиться, потому что, когда мы пытаемся присоединиться, мы как будто бы ходим и стучим в двери, знаете, нам все говорят, пошел вон отсюда, пошел вон отсюда, поэтому гораздо, вот в жизни так всегда, гораздо проще самому стать кем-то стоящим и классным, и тогда у вас автоматически открываются двери, вы переходите на уровень, где все стоящие и классные, потому что, когда вы на уровне пытаетесь кому-то большому присоединиться, вы в толпе таких же маленьких, которые бегают и пытаются присоединиться к большим, это, вы знаете, как крабики, они есть разные, есть вот маленькие, они бегают и в маленьких ракушках прячутся, а есть большие крабы, которые могут очень сделать вам больно, поэтому вопрос, к каким крабам вы относитесь, если вы будете работать, то маленький крабик непременно превратится в большого, а если у вас будет задача все время убегать, потому что вы маленький крабик, то вы будете убегать, ту цель, которую вы преследуете, ту вы получаете, и я считаю, что нет ничего круче в жизни, вот часто говорят, как найти подходящего партнера, построить отношения, понравиться маме, настроить отношения со свекровью, где найти денег, вот любой ответ на все эти вопросы лежит в вас, развивайте себя, если вы будете классным, интересным, сильным, продвинутым человеком, у вас будут классные отношения, у вас будут деньги, свекровь будет сама бегать к вам, и так далее, но когда вы свою жизнь пытаетесь подчинить тому, чтобы понравиться кому-то другому, чтобы вами были довольны, чтобы доказать, что вы хороший человек, вы какой-то там, все, вы начинаете играть по чужим правилам, а люди, это называется самодурство, люди начинают над вами издеваться, где найти хорошего мужчину, вопрос в том, интересно ли вы такому мужчине, как только вы станете классной женщиной, вы непременно начнете быть в тех местах, где есть классные мужчины, понимаете, вот подобное к подобному, это не просто так, мы не просто так кого-то притягиваем, или отталкиваем, вопрос вашего уровня и понимания хорошего мужчины, вот вы должны это осознавать, что если вы женщина, которая не соответствует тому запросу мужчины, которого вы хотите, то хоть простите матку перед ним наружу, выплесните и грудь выверните, ничего не будет, история про то, что люди сходятся не просто так, если мы говорим о каких-то длительных отношениях, о чем-то настоящем и нормальном, вот собственно и все, поэтому еще раз говорю, самое лучшее, что вы можете делать, это всегда развивать себя, инвестировать в себя, вот я, например, сейчас достигла определенного возраста, когда я поняла, что нет лучшей инвестиции сейчас в себя, ну, если говорить о себе, как в свою внешность, в уход за собой, вы знаете, очень часто я наблюдаю картины, когда идет тетечка, она там одета вся в тысячах баксов, но при этом у нее такое лицо, что просто ай-яй, или попа, или что-то еще, вот я, например, очень четко поняла, особенно в сложные периоды, что когда у тебя красивая фигура, то пофиг на тебе, H&M, футболка черная с рынка, пофиг, а когда ты отвратно выглядишь, то натяни на себя эту балансиагу, она все равно на тебя смотрится, как фейк дешевый, вот в жизни точно так же, когда вы знаете, что вы из себя представляете, когда ваш конструктор лего внутри настоящий, когда вы себя строите, у вас нету депрессии, у вас нету состояния неопределенности, вы даже по сути не так сильно нуждаетесь в чьей-то любви, потому что ваша любовь, она уже мощная, такие люди магниты, человек магнит, он потому и магнит, что у него внутри есть к чему притянуть, если вы пустые, то ничего не притянете, но мы часто считаем, что другие люди могут нас наполнить, это неправда, наполнить себя мы можем сами, точно так же, как и выпотрошить, это как ванная, понимаете, вот ванная, она себя наполняет, а потом мы в ней поднимаем, значит, и с нее это выходит, ну вот такой эффект ванной человека, вы должны понять, где ваш кран, не ждать, типа там, придите меня с чайничка своего, значит, там, залейте в меня, нет, вы должны найти, нащупать свой кран, и каждый день его включать, это важный момент, а не ждать, что кто-то когда-то придет, и зальет у вас чашку чая, так, хочу уволиться с работы, чтобы заняться любимым делом, но муж просит повременить, для того, чтобы подстраховать его бизнес, и сейчас нестабильно, что думаете? Я думаю, что вы, скажем так, вам нельзя уходить с работы, потому что вы даже сейчас не можете принять решение, и считаю, что человек, наемный сотрудник, это, почему наемный сотрудник? Потому что он не умеет самостоятельно принимать решения, и ему дают решения, которые нужно сделать, и ему это помогает. Уходить в самостоятельное какое-то плавание можно только тогда, когда вы в состоянии принимать решение и брать на себя ответственность. Если вы сейчас спрашиваете у меня, у незнакомого человека, что вам делать, то я считаю, что вам нужно оставаться наемным сотрудником, и ваш муж прав. Так, сто процентов про фигуру, если ты красивая и стройна, то хоть мешок одевай, да, это факт. Здравствуйте, здравствуйте. Так, у нас эфирчик. Мне нужна срочная вода, потому что я поняла, что я ничего не пью, а вы попали пишите вопросы. Ну и сейчас у вас завтра. Вхожу в кадр с попсиколой, все как надо, с большим вокалом. Могу, много болтаю, хочу пить, что естественно. Добрый. Итак, поэтому давайте снова вернемся, раз вопросов закончились. Другие вас раздражают и бесят именно по причине вашей собственной несостоятельности. вашей собственной незрелости. Вы как манго, у вас хороший потенциал, вы можете быть вкусным, но вы еще немножко зелененький. И вот для того, чтобы созреть, созреть нужно вам. Это нужно понимать, потому что до тех пор, пока вы это не поймете, ничего не будет. Я бы хотела продолжить немножко сегодняшний пост, который я написала, он не для многих был понятен, но он тоже на эту тему. Он на тему того, что каждый человек имеет, не каждый человек, вообще все в жизни является энергией. Все. Согласно квантовой физике, все является энергией. Каждая наша мысль имеет определенную энергетическую вибрацию. Я уже вам об этом говорила. Как радиостанции имеют волны, так и мысли имеют некую энергетическую вибрацию. И когда мы чувствуем себя прекрасно, хорошо, мы притягиваем к себе все с позитивной вибрацией, с такой высокой. Когда нам плохо, когда мы недовольны, когда мы больны, мы все притягиваем к себе такое черненькое. Это то, о чем мы говорим, жизнь как зебра и так далее. На самом деле, это не жизнь зебра, это наши мысли. И просто человек делает это неосознанно и переключается неосознанно, и поэтому не всегда способен контролировать свою жизнь и вовремя остановиться, а часто его уносят в эту черную полосу. Так вот, история заключается в том, что когда мы этого не понимаем и наши реакции зависимы просто от нашего настроения, мы там открыли ленту Инстаграм, смотрим на людей счастливых, они нас начинают бесить. И мы думаем, ну за что ей? Ну почему она? Ну она вообще стремная. Мы начинаем испытывать негатив, по-хорошему, зависть к этому человеку. Часто люди мне пишут, на самом деле часто, что что мне делать? Есть люди, которые меня страшно бесят, но я не могу от них отписаться, потому что их жизни, на самом деле, они меня бесят, потому что они живут той жизнью, которой бы хотел жить я. И я ничего не могу поделать, я испытываю этот негатив. Кто-то говорит обратку, что я испытываю, я никому негатив не испытываю, но я чувствую, как люди испытывают негатив ко мне. Я прям чувствую это. Я хочу вам сегодня еще раз подчеркнуть жирным маркером очень простую вещь. Вашему подсознанию, вообще абсолютно все равно, вашему мозгу, по отношению к кому вы испытываете определенные чувства. Вот вообще. Например, вы смотрите на реальную машину, и представляете, что это вот ваша машина, вы ее купили, или вы просто сидите и представляете на картинке эту машину. Вы смотрите на то, как кто-то ездит на отдых, и вы радуетесь ему так, как будто бы вы туда поехали, или вы на самом деле находитесь на этом отдыхе. Вашему мозгу все равно. У него просто появляется, поскольку все энергия, появляется энергетическая вибрация, такой волосок. И эта энергетическая вибрация, в зависимости от того, что вы испытываете плохое или хорошее, притягивает ситуации, которые имеют точно такую же энергетическую частоту, точно такую же энергетическую частоту, плохую или хорошую. Еще раз. Вашему мозгу все равно, к кому это относится. Вы кого-то ненавидите, себя ненавидите, ненавидите, что кто-то ненавидит вас. Он видит только это и притягивает к вам это. Он видит, что вы радуетесь чужой машине. Ему все равно, чья это машина. Он видит, что вы радуетесь. У вас высокая вибрация, и он дает вам еще больше ситуаций и обстоятельств, которые помогают вам больше радоваться. Он видит, что вы сильно чем-то огорчены. Неважно, вы прочитали это в книжке, и вы это очень сильно включили, смотрели по телевизору. Не имеет значения. Представили, нарисовали, или увидели. Все равно вы просто излучаете определенную энергетическую вибрацию. А теперь подумайте о том, каким образом вы круто можете это использовать. Вашему мозгу все равно, есть у вас машина, которую вы хотите или нет. Ему нужно перестроиться энергетически. Поэтому вы можете смотреть на все чужие машины, на все машины с бантиками, которые вам нравятся, представлять это, и настраиваться на чистоту успеха и денег. Каждое утро я делаю упражнения, когда я настраиваюсь на волну самых здоровых людей, самых богатых людей, самых счастливых людей, у которых самая счастливая личная жизнь, и самых реализованных людей. На чистоту энергетическую этих людей. Это похоже на то, когда вы приходите и утром настраиваете приемник или настраиваете кондиционер, какую влажность воздуха поставить и так далее. Я хочу, чтобы вы это понимали. И понимали это, как это можно использовать во благо, и как это нужно купировать в момент того, когда вы чувствуете, что вы испытываете какой-то негатив, неважно по какому поводу, неважно по отношению к кому. Раньше, когда у меня происходили какие-то такие ситуации, которые не очень хорошие, и я очень злилась на кого-то, мне очень хотелось человеку послать, знаете, вплоть до проклятий. Вот прям такое, я не знаю, откуда это, наверное, от каких-то бабушек, такой злость. Но сейчас я прекрасно знаю, что если сейчас я начну испытывать злость, то эта злость, она до этого человека не долетит, а до меня, она не то что долетит, она меня и обольет. Я это все время называю техникой слоненок. Знаете, когда поднимаешь хобот, вот, и все. Ну, это, простите, техника маленький писюнчик. Когда рождается ребенок, мальчик, он писает на себя фонтанчиком, и на маму часто. Вот такая же фигня. Вы должны это понимать. Потому что, когда вы это понимаете, вы в состоянии себя остановить и подумать, да нафиг надо. У меня в самолете сняли часы. Мать вашу, с руки. Мои любименькие Apple Watch. Сняли, пока я спала. Не знаю как. Проанализировав всю ситуацию в голове, я сказала, ну, желаю этому человеку счастья, удачи и любви. Ну, если ему станет легче от моих часов, если я ему как-то в жизни помогла, я очень счастлива. Ну, правда. Ну, я куплю себе новые часы. Ничего, от меня не убудет. Я богатый человек. У меня все изобильно. Пусть будет лучше так. Пусть лучше будет так. Потому что, если я ему начну слать то, чтобы я ему слала раньше, все, что я о нем думаю, парадоксальность в том, что он бы это не получил, а я бы получила. И притянула бы еще больше этого. Вот и все, что вы должны знать. Вот и все, что вы должны знать. Поэтому вы избавляетесь нагло, эгоистично от всего того, что не ведет вас к успеху. Неуспешные люди в вашей ренте – до свидос. Люди, которые в чем-то вам не нравятся – до свидос. Вы должны быть в благоухающем окружении, в том, что вот вы открываете, и прям она берет свой бокал там с кофе или с каким-то вкуснейшим вином, а вы прям, знаете, так, уже почувствовали, как полилось. Видите, вот уже, у вас уже пошло. Вот тут уже вот газики чувствуете, уже такие. И сглотнули вместе. И чудесно. Будьте эгоистичны. Оберегайте себя от любого негатива. Это вам поможет. Ссора. Очень хочется мужу пульнуть бокальчик в голову. Сучара такой. Полюбите его. Поймите, что вы сейчас бокальчик пульнете, а негативчик будет ваш. Поэтому пошлите ему любовь. Пошлите. Пошлите. Вот. Ну вот как-нибудь пошлите. Но любовь. Потому что это останется с вами. Вот и весь секретик. Понимаете? Но этот маленький секретик может очень сильно изменить вашу жизнь. У меня есть точки, где мне очень тяжело с совладанием. Это касается моих детей. Точнее, не моих детей, а людей, которые находятся рядом с ними. Потому что, конечно, когда мой ребенок приходит, вот сегодня я бы пришла и говорит, мама, учительница перечеркнула. Я писала, старалась. Она подошла и ручкой перечеркнула. Значит, сказала, я некрасиво написала. Конечно, мне хочется учительнице не только любовь послать. У меня есть визуальные образы, сломанные руки, мелка, раздертые по щеке. Мне сложно с этим сдерживаться. Я стараюсь. Я выдыхаю так. В этот момент пытаюсь напомнить себе, кто я, что я. Но, тем не менее, нужно к этому идти. И во многом мы в этом преуспели. И в семье, и в жизни, и в часах, и во всем остальном. Поэтому подумайте об этом. Подумайте. Вы можете поэкспериментировать, посмотреть, повести себя так эдак, дабы убедиться в том, что еще буха, без обид. Ну, видите, вот Артем Леб, или кто там, не знаю, как вы, Артом, считает, что он может мне тыкать, говорить буха. А в конце, заметьте, вот эта конечная точка, обратите внимание, она есть во всех комментариях везде. Без обид. Или всего хорошего. Или желаю вам наилучшего. Я это называю человек дерьмо, который с пробочкой. Он считает, что он дерьмо. Вот это все, это его говнище. А в конце он берет такую пробочку и такой, типа, без обид. С наилучшими пожеланиями. We wish you a Merry Christmas. Типа, не такое уж я и говно. Не, чувак, ты говно. Вот просто понимает. С улыбочкой посылаю тебе, но говно. Поэтому в момент, да, можно ли людям говорить, что они говно. Вы знаете, можно. Можно и даже нужно. Главное при этом не злиться. Вот злимся мы тогда, когда мы не сказали. Вот когда мы не сказали, у нас есть такое ощущение, будто нас вот это говнище облило. А когда мы ему говорим, слушай, ты говно. Как-то вот, знаете, вот понимаешь, что ты не врешь. Не врать как-то легче. Вот как-то легче. Как-то честнее себя чувствуешь. Ты как будто бы не внутри это оставляешь, а снаружи, да. И это твое забери. Твое ж говно забери. Мне твое не надо. Спасибо большое. Вот. А понаблюдайте вот за вот этим моментом, за людьми, которые вам пишут что-то неприятное или говорят. Это и ваши друзья могут быть. А в конце говорят, без обид. Типа, знаете, я в домике, чик-чирик. Я? Нет, я. Ну что ты? Ну что ты? Я тебя люблю. Я тебя люблю. Что-то у тебя сегодня, это, неудачненько там, да, ты поправилась, но я все равно тебя люблю. Такое. Люблю такое. Так, мы сегодня переехали с магазина, вот и которые стояли негативные люди. Во, видите, как хорошо. Я тоже люблю закрывать двери перед негативными людьми, уходить, и вообще этого не люблю. Вы сказали про дрели, они перестали ссорлить, да, они ссорлят все время. Так, да. Я супер кул гел, очень классно. Вообще говорят, ты не так понял, да, да, ты не так понял, нет, ну, ты не так понял, нет, вот чаще всего, знаешь, они закрывают Андрей каким-то таким вот именно, ну, и бывает же, да, что ты не так понял, но вот я это очень часто отследила, у меня просто сегодня как раз были комментарии, и там тоже девушка, значит, какие-то такие вещи пишет, потом в конце такую обверточку, конфеточку, да, типа, ну, понимаете, вы попробуете в кучу говна засунуть конфету, оно же как бы такое, оно же как бы такое. Я почему вам все это рассказываю? Ну, во-первых, я знаю, что не все так легко относятся к жизни на данный момент, как я, а это очень усложняет жизнь и делает ее более драматичной, а я вам могу сказать, что жизнь, она кайфовая, и вот этой драмы не надо добавлять, вообще вот этих всех драм в своей жизни, убирайте это, это прикольно в 18-20 чувствовать себя вот этой, знаете, брошенной, с несчастной, не сложившейся судьбой, под шансон, сидеть с подругой, с вином, чувствовать, как жизнь прошла почти что мимо, сука, он тебе не звонит, вот в 20 это надо закончить. До 20, в 20 заканчиваем это и начинаем веселиться. Funny, honey и прочие другие штуки. Относитесь к жизни проще. Убирайте всех людей без чувства юмора, убирайте всех людей, которые пытаются вам навязать, что жизнь очень сложная, и все время вас куда-то вкопать, и все время вас сделать во всем виноватым, вы все время уходите от этих людей. Но, это не означает, что вы должны сами на себя забить, это не означает, что вы должны себе сказать, что в моей жизни все сложится само по себе. Складывайте. Ваша жизнь – это огромный набор лего. Вы можете говорить все время, что вы соберете его завтра, и тогда ваши детальки растеряются окончательно, вы никогда его не соберете. Либо вы можете каждый день складывать по запчасти и знать, что вам не нужно, чтобы кто-то подавал вам ваш набор лего, чтобы вы расстраивались, я не сложил свой лего, потому что мне не принесла мама вот эту вот штучку, я не сложил свой лего, потому что меня отвлекли. Не мой дальше мой монолог. Вы знаете, что я хотела сказать? Просто складывай свой лего. Как уйти, если один из таких людей – твой родитель? Точно так же, если один из этих людей – дядька Петька, бомж какой-то. Родитель – это просто родитель. Прекрасный, замечательный человек, который подарил тебе жизнь. Но это не твоя цепь, не твой ошейник, не твой убойник. Родитель – эгоист, если родитель вас не отпускает. А вы трус, маленький еще, вне зависимости от того, сколько вам лет. Ну, если вам не 10. Если вам 10, то я беру свои слова обратно. Если вам больше 18, все, что значит, как уйти от родителей? Вы боитесь быть самостоятельным. Моя мама ушла в 17. Вот так, легко. Просто взяла, ушла в никуда. Уехала в другой город, в Одессу, пошла жить в общежитие. Как вы взрослый человек? Большинство людей придумывают себе вот родитель, вот ну что, что родитель? Ну, замечательно, что родитель. И что? Пепси захотела, да. Я бы могла быть в рекламе Пепси, кстати. Могла бы. Может, когда-нибудь и буду, кстати. Захотеть, что ли? Как вы научились принимать восхищение подписчиков? Восхищение подписчиков? Ну, знаете, воспринимать похвалу, мне кажется, сильно проще, чем воспринимать критику, наверное. Поэтому не совсем понятен вопрос. Я вам скажу так. Я, конечно, очень падкая на лести, на похвалу, это правда, но я достаточно самокритична, и поэтому делаю все для того, чтобы мне не за что было себя критиковать. Я труженица, это правда, пчелка, это тоже правда, и я люблю такую свою жизнь, это правда. Вот, поэтому я не знаю, ну, как бы похвала, мне кажется, это нормальные отношения, это не история про похвалу, это история про отношения. У меня есть вы, у меня есть я, и у нас есть с вами отношения, которые складываются или не складываются. Это как с друзьями, если ты нравишься своему другу, это же не значит, что ты принимаешь от него похвалу или еще что-то, вы просто друг другу нравитесь. Вот и у нас, как бы с аудиторией, да, у людей сейчас, поскольку все обладают какой-то аудиторией, у нас есть общие интересы, и мы либо нравимся друг другу, либо не нравимся друг другу, все же очень просто. Вот, как бы и все. Всем добра, да-да-да-да, вот это классненько, всем добра, да-да-да, так, видите, вот хорошо, что мы уже с вами эти вещи все угадываем. Так, как быть, если еще нет нужного окружения, в какие-то моменты сбиваюсь, еще не знаю, как рулить, хотя результаты делаю, как сбиваться, работать над окружением. Ален, вы, по-моему, мне пишете уже полгода, так точно, а в рерайтер жизни никак не дошли. Я вам все время отвечаю одним ответом, вы упорно меня не слышите, я вам продолжаю отвечать. Как из себя достать негатив и нытье? Что почитать, как над этим работать? Приходите в рерайтер жизни. Доставать нытье из себя нельзя, потому что, если вы будете его доставать, то оно будет у вас притягивать еще больше нытья. То есть, понимаете, вот такой эффект. То есть, если вы начнете доставать, простите себя, говно, будут прилетать мухи, вы от этого не избавитесь. А здесь просто нужна перенастройка. Перенастройка. Нужно найти в себе другое, то, что вас больше заинтересует. Знаете, то, что будет для вас вкуснее. Как перестать есть сыр, ну там, начать есть яблоки, да? Найти что-то, что будет для вас лучше. Приходите, я вас научу. Так, больше и больше интересно вас слушать. Спасибо, Александр. Вокруг нас все расцветает. Да, все расцветает и благоухая. Ой, как мне вкусненько пить. Так, у нас с вами есть еще немножко, совсем минут, до того, как мы закончим этот чудесный эфир. Я думаю, что по этой теме вам, в принципе, все ясно. И мне очень хочется, чтобы вы сегодня вот очень были странных много комментариев под постом как раз тоже на эту тематику, где люди говорили, а я не испытываю никому негатива, я испытываю к тому. История не про негатив, который вы испытываете к кому-то. История про то, чтобы вы четко понимали, что любая ваша внутренняя эмоция притягивает к себе похожую. И ситуаций, при которых мы испытываем негативные эмоции, огромное количество. И именно эти ситуации не дают нам получать от жизни то, чего мы хотим. Это купирует наш позитив. Понимаете? Это вот как есть черная бочка с черной краской и с белой краской. И вот вы беленьким красите, 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 а потом раз, и немножко черного, и все, у вас становится все серым. Понимаете пример? То есть, если вы это не отслеживаете, не понимаете, а вы считаете как? Не, ну это же я, потому что у нас есть всегда оправдание, почему мы испытываем негатив. Это он виноват в том, что я испытываю. Это он на меня нагнал. На вас нельзя ничего нагнать, если вы это не примете. Понимаете? Для того, чтобы к вам залетела черная краска, вы должны открыть дверь. Если двери закрыты, то поверьте, человек может вам слать какие угодно проклятия, если вы закрыты внутренне, ничего не будет. Ничего не произойдет. Но если вы ждете, что вас обсуждают, что о вас говорят плохо, ищите, сами придумываете это, вот это гениально. Люди могут о вас ничего не говорить, а вы сами придумали. И вы это притянули, потому что вы это испытали. Не важно, что чувствуют другие люди по отношению к вам. Важно, что чувствуете вы по отношению ко всему, к нему, к себе. Не имеет значения. Излучение идет от вас. Ваш лучик идет. И он притягивает. И вы в любой ситуации вы расстроились. Вы подумали о том, что вы такой хороший, а на вас что-то наговорили. Даже если на вас что-то наговорили, вы закрылись от этого и сказали, это же он наговорил. Это его негатив. До тех пор, пока вы его не впустили, он вам не принадлежит. Вас нельзя сглазить, убить, прибить. Морально, физически, наверное, можно, если вы этого не пропускаете. У вас закрыта дверь. Вы вот, представляете, приходит сосед и орет вам под дверью, а вы не слышите. Он накричал, чей это негатив. Но если вы открыли дверь, ну давай, соседушка, чего ты хотел, то вы это приняли. Но дверь вы открыли. У вас дверь закрыта, он ее открыть не может. Понимаете? Он может поорать на дверь, и это все будет его. Хочу, чтобы вы это поняли. Это очень просто. Очень просто. И это, когда вы начнете об этом думать, вы начнете себя на этом ловить. Вы увидите, как часто на самом деле вы вот в этот океан бросаетесь. Как часто. Но зато вы начнете себя останавливать. Первый раз броситесь и подумаете потом, ёпси, Рауля ж говорила. Второй раз только решите броситься. Подумайте, не-не-не-не-не-не-не. А третий раз вы уже даже думать об этом не будете. Понимаете? Ну, может быть, это будет на тридцатый раз. Может быть, на третью сотню. Но какая разница? Это же произойдет. Так. Все еще думаю, что не смогу успевать и хочу пройти качественно. А я скажу так, что никогда этого не произойдет. Когда вы говорите себе «я хочу пройти качественно», это, знаете, я хочу качественно выучить английский язык. Вот поверьте мне, вы либо делаете, либо нет. И все. И нету других вариантов. Как попасть в рерайтер жизни? Ну, скоро у нас будет, у меня есть в шапке, в профиле ссылочка на рерайтер жизни. Сейчас у нас продажи закрыты, но скоро будет информация о том, что будет с рерайтером жизни дальше, потому что у нас будут изменения, и тогда вы сможете туда попасть. Будьте, ну, просто следите за инстаграмом, и все. Так, спасибо большое, после эфиров чувствуй себя хорошо, это прекрасно. Если рядом недовольный мужчина и всем недовольный по жизни, не понимает меня совсем, я ушла, теперь поступают угрозы, но я понимаю, что человек не изменится. Просто отрежьте его от своей жизни, ну, просто отрежьте. Когда вы перестанете на него обращать всякое внимание и думать о нем, он на энергетическом уровне от вас отвалится, потому что он почувствует, что он больше не может вами питаться, никак. Он может питаться сейчас вашим страхом, поэтому он вам угрожает. Он пытается каким-то образом вас энергетически удержать. Влюбитесь, перенастройтесь, уедьте в другой город, поменяйте номер телефона и просто все, вот просто умрите для него. Так, я ненавижу парней. Вы, наверное, еще очень молодая, у них бывает иногда что-то хорошее. Реденько, но бывает, если полюбить, классного какого-нибудь, честно. Я, например, обожаю парней. Вообще, классных таких. Очень люблю. Так, вот, сейчас уехала, найти не может, но мне стало спокойно, рада, что нашла вас. Вот, видите, как прекрасно, Анжелика. Мы друг друга нашли. Если оскорбил муж, как дверь от него закрыта? Но мужа я бы так посадила напротив, после того, когда он придет в себя, и расставила бы границы, объяснила бы ему, я это называю личные границы, мы в рерайтере это делаем, объяснила бы ему, почему нельзя так со мной разговаривать, что я чувствую в этот момент, и что произойдет, если так будет повторяться. И сказала бы это очень серьезно, с четким пониманием того, что если он так будет себя вести, будет по-другому, а по-другому это значит, нас не будет, это все, нужно очень четко пресекать это, не пресечете это, это станет нормой. Так, благодаря вам меняется мышление, спасибо, что делать с тем, когда от тебя ждут многого? Сразу заявить всем и себе, можете от меня ничего не ждать. Всем официально заявляю, друзья, ничего от меня не ждите, я отныне эгоистка и думаю только о себе. всем спасибо, все свободны. Можно факт показать? Учитесь, учитесь быть эгоистами, потому что когда вы пытаетесь оправдать ожидания других, повторяю, если вы не смотрели начало эфира, вы смотрите по сторонам и вы падаете. Так, думаю, как избавиться от кармических отношений, нету никаких кармических отношений, вы просто находитесь в каких-то отношениях, какой-то привязанности, какой-то любви, какого-то, и вы решили, что это кармические отношения. Знаете, у меня было знакомых мужчин, несколько, мой муж смотрит мои эфиры, он терпеть не может, когда я говорю слово мужчины, которые говорили мне о том, что в следующей жизни они бы хотели построить со мной отношения, и они считают, что это отношения кармические. Просто оторвите себя, разорвите себя и живите дальше. Вот знаете, я не знаю, сколько вам лет, у меня этот период был вот это где-то 20-23, что не отношения, то кармические, то прям вообще просто, просто отношения, это тогда, когда вы друг за друга, отношения, это тогда, когда вы без слов, без криков, без «я тебя люблю», «я тебя еще больше», больше нет. Отношения, это вот когда ты поворачиваешься спиной и знаешь, что ты можешь спокойно стоять, а все остальное это страсть, секс, охуительные вещи, но это не отношения. Поэтому не называйте то, что так не называется. Так, нужно все покупать детям, как вы говорили, только как не разбаловать их. Нужно их воспитывать как людей, показывать им примеры, объяснять. Обаловать детей нужно, сильно нужно, но нужно создавать у них ценности. Понимаете, дети всегда впитывают наши собственные ценности, поэтому работать нужно над собой, здесь нету однозначного ответа. Действия это ваши семейные ценности, ваше видение жизни, то, что вы передаете детям. У меня получается так, как мне нравится это делать. Мои дети, мне нравится, как они относятся к жизни, к вещам, к деньгам, но это все начинается с вас. Так, привязка есть, не могу забыть. Полюбите себя, полюбите себя и сосредоточьтесь на себе и влюбитесь в кого-то другом. Я вам хочу сказать, клин-клином вышибают, это прекрасная поговорка, потому что, сколько я помню себя в том возрасте прекрасном, чудесном, пепси-кола всегда заменяется кока-колой, поверьте, а кока-кола фанты, а фанта спрайтом. И даже когда кажется, что спрайт не так был хорош, как кока-кола, проходит время и он тебе нравится больше. Поэтому все работает. Все работает, мои хорошие. Так, мои замечательные друзья, у нас с вами закончился час эфира, я вас благодарю, я не буду делать эти эфиры по 200 минут, потому что люди и так уже шлют мне вибрации, которые портят им жизнь, ни к чему это. Поэтому я вас благодарю всех за эфир, я вас очень попрошу не полениться оставить пару комментариев на тему того, понравился ли вам эфир, чтобы другие люди знали, как вы помните, я это беру, взымаю в качестве платы, прошу вас, вашу благодарность и в свою очередь приглашаю вас на рерайтер жизни, который когда-то состоится, приглашаю вас пощаще меня читать, потому что стараюсь не писать дерьмица и пожалуйста, кому я не понравилась, не пишите мне об этом комментарии, вот я переживу это как-нибудь молча, а кому понравилось, можете написать. Все, обнимашки, поцелуйчики, классного дня!